Рассмотрение уголовного дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ, где Ильдус Юнусов привлечен как обвиняемый, 4 октября продолжилось. Это уже третье заседание суда. Первое заседание суда состоялось 23 августа. После возобновления судебного разбирательства суд продолжил слушание с того момента, с которого оно было отложено. В ходе заседания суд уточнил личности присутствующих, а также разъяснил им их права и обязанности. Продолжение следует... Судебное заседание начало с того момента, с которого оно было отложено. Сегодняшнее судебное заседание у нас не явился представитель потерпевшего. Направил в суд ходатайства о рассмотрении дел в отсутствии. Так. Поскольку угол в очередной оплачиваемый отпуск. Мнение участников процесса о продолжении рассмотрения дела в отсутствии потерпевшего. Представителя потерпевшего нет возражений? Нет. Нет возражений. Нет возражений. У подсудимого нет. Суд постановил продолжить рассмотрение предданной явки. В прошлом судебном заседании мы с вами остановились на том, что вы вызвали. Работаете где? Старшему операторомоченному отделу по борьбе с экономическими преступлениями против вести коррупции ООН ТРСК и партнерскому району. Знаете по какому делу вы с вами остановились? Да, да. Вы будете допрошены по данному делу в качестве свидетеля. Я предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний. Статья 318-39 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть вы должны понимать, что в суде вы должны говорить только правду. Вам это понятно? Так точно. В соответствии с статьей 51-й Конституции вы правильный свидетельствует против самого себя и близких властей. Это было также понятно. Раз все понятно, подойдите к секретарю, распишитесь в артист. С подсудимым Юрусовым ранее салтовым до возбуждения данного уголовного кодекса личных неприятных отношений к нему не имеете? Показания отдавать согласно. Так точно. Вопросы, пожалуйста, к свидетелю. У прокурора есть вопросы? Стороной ведения нет вопросов. У стороны защиты есть вопросы? С чьей стороны приглашен, прошу прощения, приглашен опомнить, с чьей стороны получил вопрос? Прокурор заявил ходатайство о вызове Мезенцева. Я вообще заявил ходатайство, что мне защиты помочь. Они не могли сформулировать... Да, так и было. Они не могли сформулировать, что... И кто это... Что за первое имя не могли установить? У подсудимого, что хочет он исследовать, и у кого. Сформулировать он не смог. Выяснили, что у Мезенцева были фотографии, правильно? От 9-го, от 8-го, мы сентября говорили, да? И вот именно об этих фотографиях у нас и шла речь. Пожалуйста, вопросы. Скажите, пожалуйста, вы знаете, по какому делу вы допрашиваетесь? Какие-либо фотографии вам кто-либо направлял? По-настоящему делу? Если да, то в связи с чем? В ходе проведения оперативно-следственных действий мной были истребованы фотографии от председателя Томска, поселка Булнаш, Губанова, который в электронном образе мне предоставил фотографии, которые были произведены в ходе осмотра месопришествия. Не осмотра месопришествия, а в ходе осмотра стволовых деревьев, которыми указывал юновцу на момент осмотра, когда они хотели, когда он оформлял ему выруб патриотины на территории населенного пункта Булнаш. На территории населенного пункта Булнаш. Он вам эти фотографии направлял? Он электронным образом направлял, да. В количестве сколько штук примерно? Я пока сейчас не могу ответить на этот вопрос. У вас эти фотографии где? Эти фотографии у меня находились на фотом телефоне. Марки Хонор в настоящий момент используют другой телефон. В Хоноре, не знаю, остались или не остались, но в ходе проведения следственных действий председатель Томска, Губанов, меня просил обратно эти фотографии, я ему отправлял обратно эти фотографии, да. Так было. Но вы можете посмотреть, да? Я могу посмотреть, если они сохранились или нет. Так. То есть, я правильно поняла, что... Фамилию назовите, кто вам направлял? Губанов. Губанов. Я правильно поняла, что Губанов, он пояснял, что эти деревья располагались на территории поселка Булнаш. Так точно. На границе территории поселка Булнаш. А что на этих фотографиях изображено? Вершинная часть деревьев. Деревья, вершинная часть деревьев. В лесу фотографии. По этим фотографиям можно определить, где они сделаны? Какой местный... Идентификацию фотографий с лесным массивом я не производил. И фактически идентифицировать по фотоснимкам местонахождения данных деревьев на лесном участке, либо на лесном фоне, либо, я так думаю, что не представляется возможным. Скажите, пожалуйста, даже те фотографии, которые вы демонстрировали в прошлом судебном заседании, как они можно определить, в какой части леса они сделаны? Десятый это квартал, одиннадцатый, пятнадцатый или еще какой лига? Практически невозможно. Это Зеленый гор. Может, это вообще где-то в селе Покровском или в Трифанке? Сергей Трофимович, да. Существующаясь на месте, постановил в ходатайстве отказать, поскольку по данной фотографии невозможно установить, в какой части леса они сделаны. В ходе разбирательства были приглашены другие свидетели. Все процессуальные условности судом были соблюдены. Показания свидетелей заслушаны. Во время опроса свидетелей для уточнения обстоятельств судьей, адвокатом и обвиняемым были заданы уточняющие вопросы, ответы на которые прояснили суть дела и должны помочь судье в непосредственном исследовании доказательств. Мы получили сигнал, что возможно, что проводится рубка леса, возможно, незаконная. Поехали на лазике троем я, Дроздов Евгений и Василий Паварин. Троем нас отправили. Сказали, что у нас третий лесничек, Булнарского лесничества, Устинов, это Виктор Григорьевич. Поехали туда, подъезжаем. Он как раз нас там ждал, и в лес заезжать стали. В лес стали заезжать, услышали звук пилы. Работа идет. Подъехали, увидели людей, знакомые, посмеялись, постояли. Ильдус все объяснил, говорит, что мне разрешили здесь рубить, я все законно рублю. Мы сразу стали с площадью, что где находимся, именно привязку, что поселковой части или нет. Если поселковой части, это нам никакого отношения не имеет к лесничеству. Казалось, что в Артемовском лесничестве. Так как в Артемовском лесничестве, мы обязаны все эти пеньки посчитать сразу, то, что срублено. Он все показал, посчитали их, эти пеньки. Насчитали ущерб. Ущерб подали сначала, как он был. Ну, визуально мы сначала подаем, что, что видим. Вот сухары так сухары, сырая так сырая подали. Но подали для того, чтобы уголовное дело завести. После того, как это подали, все, это уже еще не точно. Они там, после этого мы ездили вот с адвокатом туда, ездили с этими со специалистом, он все ввел там эти деревья, чтобы уже эксперт, чтобы определить точно, и эти спины сделали, там целый вазик напилил этих спиньков-то, чтобы уже точно знать, что сухары это или не сухары. Ну, как экспертиза все это сделала, экспертизу сделали, сказали, что все сухары. Так ущерб мы пересчитали, там был сначала больше, как одна сырая, потом пересчитали, на около 7 тысяч, вроде что ли, там получился этот ущерб. И лесничество, что типа в любом случае, так как это ущерб, нужно заплатить. И лесничество, это оно хочет, чтобы ущерб заплатил он 7 тысяч, ну, как положено, по закону. И самое главное, чтобы все эти мусор весит тут убрал, это самое главное. Там просто нужно вот это все, вот с адвокатами ездили, она тоже говорит, вот почему не убрали это за собой? Он говорит, мне не разрешают, вот кто ему не разрешает, вот нужно убрать. Вот и все. А так такого ничего там нету, криминального, ничего там. Кто вам сообщил по поводу незаконной рубки и в какую дату вы поехали? Двадцать шестого, насколько я помню, у нас директор все, он же директор. Директор. Отправил нас, конечно. А директор это кто? Ну, Антонов. Мы же сами просто от них поедем. У нас же все начальство, что скажут, то и делаем. Скажите, пожалуйста, вот вы пояснили, что вы не сразу определили, в каком месте находились эти пеньки. А что вам потребовалось, чтобы определить, относится ли это к лесничеству, либо же к лесу, к лесу, к лесу, к лесу, к лесу, к лесу, к лесу. Что потребовалось? Мы же полностью, не знаю, все участки леса, где как, и что. Для этого нужно навигатор использовать, кусоль использовать, промеры какие-то сделать. По навигатору потом, есть у нас точный навигатор у человека, вот сейчас у Жени, там с картами. Посмотрите, пожалуйста, вот эти фотографии в соответствии, то, что вы были несколько раз, с теми, как вы говорите, с умышей, все в стороне. Вот, это мне дал начальник ТО 25 сентября. Все, спасибо, Григорьевич. И еще один такой вопрос. То есть, вас не слышно, у нас потом на августе ничего не слышно, посудим, а вас слышно хорошо. Так-то так, я, насколько помню, там холодно было, там зелени, траве-то, речи не идет. Там, по-моему, даже с нерок уже лежал. То есть, не соответствуют эти фотографии? Тому, что вы видели. Правильно? Угу. Вы же этот вопрос хотели? Да, да. Соответствуют вот эти фотографии тому, что увидели? Ну, как это лето. Да, конечно. То есть, здесь летнее фото, да? Да. А на тот момент, когда, скажите, на 25 сентября, что там было? Вы говорите, снег лежал вроде? Да не снег там, ну, подмороженое. 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 Вы же с нами ездили через как-то, через день. Нет, вы скажите, как есть. Ага. То есть, было подмороженое и... Да, ну, это, такого-то не было, конечно. Понятно. И не знаю, куда люди. Нет вопросов. Ваша честь, я такую поправку сделаю. Я, когда получил вот эти фотографии, я сидел в Екатеринбург, проконсультировался по книге. Подскажите, какой период мне сказали четко, начало мая месяца. Вот четко. Люди, которые занимаются этим профессионально. Это к сведению. Это дал начало ТВО. Я увидел, что фотографии не соответствуют действительности. Вот о чем сегодня и месяца не мог сказать. Как не мог сказать? Если человек видит картинку совсем другую, сломался везде, и говорит, я не помню. Просто диву даешь. Как не помню? Я предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, вы должны понимать, что в суде вы должны говорить только правду. Директор дал задание осуществить выезд в лесной массив, встретиться там с лесничим Булнашским. Ну, и он должен был на месте показать, где что и как. Вот. Осуществили выезд на следующий день. Ну, договоренность была сделать на следующий день, как часть выезда. Приехали. 26 октября. Мы приехали. С лесничим встретились. Погромче, поговорите. Хорошо. Встретились с лесничим. Приехали на место. Увидели данного гражданина. И еще товарищ с ним был. Его я не знаю. Они складывали, получается, на пиленые чурки в телевую мотоблок. Что сообщил Юнисов, когда увидел вас по поводу Рубки? Он сообщил, что ему дали разрешение в ТОПС, по-моему, Булнашский. А Устинов ему что-нибудь говорил по поводу Рубки? Я не помню, чтобы они общались. Скажите, пожалуйста, вот мог мне от Устина Лесничий с дороги, со своей Нивы увидеть эти пеньки? Вот я вам как водитель, вы водитель. Который мы осматривали. После осмотра забивали щеку, на которой писали номер дерева и его диаметр. Юнисов, кроме вас, кому еще показывал? Кто еще-то был из представителей Лесничества? Лесничества? Устинов Викторов Григорьевич, Утков Вячеслав, Евгений, ныне на пенсии. Понятно. Где место-то аварийное, осмотр-то аварийное деревья проводился? 15-й квартал. Выдела несколько. Свидетель, убедительная просьба, говорите громче. У нас потом на аудиозапись вас совсем не слышно. Не говорите громче. 15-й квартал. Баланавского лесничества. Сколько было деревьев осмотрено? Точную цифру не скажу, около 20. Понятно. А Юнисов почему присутствовал при осмотре? Он сам их показывал. Для чего показывал-то? Какие аварийные деревья тут рядом? На полюс, новый дом. Чтобы выписать. Чтобы чего? Чтобы выписать. Что выписать? Аварийные деревья у нас навалку. То есть выписать, понятие выписать, это дать разрешение, что ли? Да, да. Кому? Юнисову? Да. Чтобы он получил разрешение. Понятно. Мы рассматриваем. А подскажите, пожалуйста, 15-й квартал кому принадлежит? Участок был наш. ГКУ, СО Игоршинское лесничество. Да, да, да. Игоршинское лесничество, участок поселок был наш. Сейчас перед судом встают вопросы. Для чего Губанов заменил октябрьские фотографии 2021 года на майские 2022 года? Для чего Устинов ввел в заблуждение суд, ведь уголовное дело завели после того, как по показаниям Устинова он ехал по территории поселка Буланаш и увидел свежеспиленные пеньки. В суде свидетелям, специалистам от Игоршинского лесхоза было заявлено, что пеньки с дороги не видно. Зачем Устинов в качестве представителя Игоршинского лесхоза подписал разрешительные документы на спел деревьев, не проверив, где они находятся? И, наверное, даже не читая. Ведь в суде свидетелям, специалистам от Игоршинского лесхоза было заявлено, что они выезжали на место совместно с Устиновым, и Юнусов показывал им деревья, находящиеся на территории Буланашского лесничества. Значит, Устинов подписал разрешение на спил деревьев на территории Егоршинского лесхоза и, подписывая их, он должен был знать, что они находятся точно не в поселковой черте. Рассмотрение дела в суде вновь отложили на 14 октября 2022 года. Мы будем следить за происходящим, держать всех в курсе.